Добрый день, Петр Иванович. Витаю, Александр. Давно не виделись с вами, давно не было ничего жаренького от вас. Что у нас в области интересного, что видите? Вы новины маете на увазе? Да, да. Ну, Александр, новины, где больше сумны, на фоне выборов, на фоне всех перипетий. Витаю, новины сумны. Приватная агроферма Подоляка и особенно пан керевник делают великий наступ на украинский народ и на Украину взагалі. Значит, одна добра людина зайшла в областную раду и, совсем не скрывая информацию, сказала, что готовы позовы от громад, а также от громадян окремых, властников земельных паев. На незаконное выделение областной рады угодь пав Подоляка на территории Новосанжарского и Полтавского района. Но он игнорует, значит, рада проигнорувала и не в законный способ надала эти угодья. Значит, и теперь это все вилилось в конфликты между людьми, в период войны. Это вот так и делается, когда Украина натянута как струна бандуры. И, значит, делаются такие вещи. Олександр Федорович Подоляка сделали их милюсть, доброе дело, поехали в Заверсклянскую сельскую раду двома джипами виривали с хати на разговор одного из активистов, колишнего головы первинного коллектива, для того, чтобы он не артачился, а чтобы лих под Подолякинские правила всякие, там, где непогоджені территории и так далее. Дальше. Людина не захотела с ними разговаривать, ни в каком разе, зовсім. Я, пояснившись за тем, что я говорив з вами рік, я чекав на встречи рік тому назад. Ну и что они там шептали с Сологором, с головой сельской рады, хай это будет их таймница, воно никому зовсім не цікаво. Розпочинается добрий, гарный процесс. Сейчас можно сповпрацювать с высшей радой правосудия, так что я думаю, что у громады на этот раз все получится. Те харьковские отмены просто не пройдут тут. И что вы думаете, в тот же вечер, это вчера, один из егерей, есть такий там Володимир Всемиделко, який втілював у життя и говорив подолякинскими словами, а тебе на охоту повис ружье на гвоздик, как перержавие, тогда приходит. То есть он принимал решение, кому? Он принимал решение, нет, он говорил словами подоляки, то вы 300 лет не нужны, то у нас там будут белые пятна на карте, уже выделена территория, уже выделена территория, еще и под вопросом 22 тысячи, это все в суде мы з'ясуемо. И что вы думаете, подоляка выехал из села, егер Всемиделко напився в, я не помню, как называется их кафе, и ровно в магазине в тот же вечер, знаете, жорсточайшим чином побив місцевого депутата Троцка, той, который является фермером, который володает поями на правах оренди, и до всего этого непогода в земле подоляки. Из-за этого зашло слово за слово, как говорится, у народа. И тот гамселив депутата, и если подоляка позволяет пьяным своим егерям бить депутатов, то мне хотелось бы напомнить, горжий, товстый, биленький, оцепо садовый, хай ждут в войне на вас, когда на пусть. То, что вы сидели за одним столом, это ни о чем не говорите. То, что вы там гилили без лицензии десятками тих свиней, а потом одного за компьютером знімают с шестого этажа з работы, а тот, что на четвертом сидит и трясется, робит выборы президенту, минусовые. А там же ружье было такое самое, тоже мовчат. То подоляка царства смеется, от у него как раз сейчас у Байра, это 95-й квартал, вы понимаете, что делается. Людина, как, знаете, как говорится, как звичайный моряк, пішов, улегся, утерся, утер кров, пішов, улегся, отдохнуть дома, насколько смог. И уже врань-то настолько была порушена координация рухов, неврология настолько была порушена, что сегодня его уж питали, потому что он не мог в нос попасть себе пальцем. Вы можете себе уявить. Так что тогда людям призывать, чтобы они брали ружье в руки и там от них носов поубивали усех? Низ его директор мисливского господарства, подолякинский тоже. Ну, ну, совсем, ну, я не знаю, от киля там столько духу. Важа ровно, как индик, 20 кг. И рассказывает мисливцам, есть прозвище. Вы знаете, что подоляки есть такие люди, что до вас приедут и ночью домой. Ну, мисливцы говорят, хай приезжают. И как раз у меня место хватает на пороги их уложить штабелем усіх. Но вы понимаете, что делается в стране? Кому они незаконно на глазах у всей страны выдают эти земли? Эти угиди. Чтобы дальше люди страждали, чтобы дальше были конфронтации, чтобы дальше друг друга стреляли в спины, в АТО. Чтобы мы не смогли из-за таких идиотов, из-за такой заразы, чтобы мы не могли захистить свою страну. Я, Александр, не знаю, как вам это еще можно от души передать, но человек ушпитален и серьезно. И я думаю, опять же, будет бегать, опять какие-то джипы. Ну, это же подолякинская тема. Опять, какие-то будут врачи, кому-то будут какие-то вазы, кому-то будут ружья. Как он там то поломает, то потом бегает. Не знаю, через которого Софиуллина просить вибачения. Это такая ситуация. Так что посадовые области ночевайте, потому что дойдет до вас, что подолякинские егеря вас там будут насиловать прямо в адміністративных зданиях. Это вот такая справа. Это вам и полювание. Вот это, что Яковенко сказал. Областная рада выделила, просто по-глухонимому взяли, на комиссию отказали, прибег толстый. Вы, Клянчев, кому-то там угрожали, коли б не директор Лесхозага из лесничества Новосанжарского, члену комиссии. Вы ковыряли пів голоса, потому что подоляка почернив, посинів, залез под стил, звонит. Рома, иди сюда, мы проиграли. Вот это такая ситуация. Прибега толстый, вытягивая, кидая им спасательный цей круг. И теперь это все выливается в то, что люди страдают. Ну, думаю, на фоні зданиых заяв у суд позовных, серьезных заяв, я думаю, что битва будет добряче. Нам ничего уже губить, то такая справа. И мы подивимся, как будут корчиться вот эти монстры, которые ничего не вартят в этом жизни. У них все залежит только и настрой, и благосостояние, залежит только от урожая кукурузы. Это характеристика человека, которая совсем не моральна. Ну, совсем, она аморальна. Вот это такие новины. Не хотелось бы там иначе вам рассказывать, нехай другим разом. Спасибо большое. Да, на доброе здоровье.